Важный урок. Мы перед каждым уроком говорим, что у нас важный урок. Когда ты думаешь, что одно сначала очень важное, через время ты узнаешь, что второе является более важным. В принципе, так должно быть у нормального человека. Он одно делает, потом у него. После этого открывается еще что-то новое. Если человек живет и думает, что все в мире старое и неинтересное, то, наверное, куда-то не туда он свернул. Хорошо. Глава Экев. Очень интересный перевод. Экев – это «за то, что» называется. «За то, что». Уже в этих словах очень что-то важное. Здесь намекание на какой-то результат, что если что-то ты сделаешь, то тогда ты что-то получишь. Я хотел этот комментарий в этом году упустить, потому что мы повторяем его каждый год. Вот не получается, серьезно. Я думаю, что это очень важно. Это то, о чем любой человек забывает. А это влияет на нашу жизнь. В двух направлениях. В обычной жизни и в жизни, которую мы связываем со Всевышним. К сожалению, мы все-таки делим чуть-чуть. Ну, так у нас пока получается. Хотя Бог везде. И будет за то, что вы будете слушать законы эти, хранить и исполнять их. И дальше Всевышний через Маше дает награду. И вот это Экев, оно созвучно со словом Пятка. И наши комментируют, да, что попирать Пятой, чтобы вы не забывали о мелких заповедях, о каких-то мелких законах. Но если взять как бы духовную сторону жизни, то действительно человек обычно, точнее всегда, выполняет заповеди в первую очередь, которые ему нравятся, которые он считает нужными. Он их воспринимает. Они ему очень легко даются. И они ему нравятся. Вот недавно, кто ходит там на Аллаху, мы говорили, говорили, учили, учили. И тут человек говорит, ну, руки мыть, это все такое себе, да. Ну, со стороны чистоты, это очень важно помыть руки. А со стороны духовности, как бы, ну, если взять это как заповедь, нет такой заповеди. И хоть ты убей, да. Нет у этого человека тут что-то. Но мы бы уже услышали, да. Нет такой заповеди и все. Ну, слушайте, мы же знаем, мы не спорим, есть книга заповеди, есть рамбан, где написано, что есть заповедь омовения рук. Так человек считает, что фили надевать это важно. Почему? Потому что он так решил, он это себе все объяснил. А какую-то другую мелочь он как бы убрал и считает, что это для него не столь важно. И вот это очень большая ошибка. Мы должны пытаться охватывать вот духовный путь, духовный уровень, тот, который мы получаем, охватывать тотально. Если ты уже слышишь о какой-то заповеди, о каком-то уроке, если даже ты не соблюдаешь эту заповедь, ну, хотя бы согласись с тем, что ты скотина. Ну, не слушаешь Бога. Просто согласись и все. Ну, вот так. Шарканул ножкой, глянул пол виноватый и пошел жить как бы дальше. Ну, хотя бы так, да. Многие что делают? Делают выборку из этих заповедей и выполняют только то, что им нравится. Объясняя себе, что мяса нету кошерного. Ну, его сейчас правда, ну, практически нигде нету. Поэтому я буду кушать мясо все подряд. Либо буду, если некоторые объясняют себе, халяльное мясо, которое магазины для... исламские, да, магазины. Но оно не кошерное. Ну, вот как ни крути. Оно даже не похоже на кошерное, опять же. Что бы ты себе не объяснял. Иногда люди говорят, я буду соблюдать законы Всевышнего. Ну, к примеру, если возьмем еврея, там, соблюдающего. Вот сейчас я не ем кашрут, а когда приеду в Израиль, я буду есть кашрут. Не будешь. Тут не делаешь, и там не будешь это делать. Так не работает. Теперь давайте перенесем это на обычную жизнь человека. Вот чего состоит наша жизнь, да. Жизнь, это же важно. Ну, правда, важно. Правда, мы ее оценим. Правда, есть закон не убей. Это самое... Наказание за это... Нарушение этого закона тоже смерть. И... Вроде бы жизнь важна. А с чего она состоит эта жизнь? Из мелочей. Ну, какие у нас важные моменты. Мы об этом уже говорили. Ну, вот повторить надо, потому что это суть основы нашей жизни. С чего состоит наша жизнь? Какие у них такие вот крупные какие-то события? Рождение наше. Но мы об этом не знаем. Правильно? Дальше что? В школу пошел. Ну, мы даже не сильно хотим идти в школу. Понимаете? Мы плачем, да? Ну, я плачу. Потом мы идем в университет. И часто получается, что мы не идем в университет тот, который нам нравится. Идем в тот, который мама сказала, папа сказал. Получилось. Туда не поступило. Вот сюда вот тебя берут. И ты пять лет тратишь свое времени обучаешься на экономиста. А потом всю жизнь работаешь в кофейне. И это не плохо. Я сейчас не говорю, что это плохо. Плохо как раз потратить свое время неправильно. Понятно, что из этого там какие-то уроки нужно извлечь. Потом. Но лучше не делать заранее то, что будет бесполезным. Правильно? Далее. Свадьба. Это серьезно. Согласен. Ты понимаешь, что все. Рыбалки не будет, да? Рождение детей это тоже серьезно. Ну, и самая, наверное, серьезная штука, это когда мы покидаем этот мир. Для нас это очень серьезно. Дай Бог, чтобы это было не скоро. Но не от нас это зависит. Не по своей воле приходим. Не по своей воле уходим. Так смотрите. На десяти пальцах можно пересчитать все важное. А остальное что? Остальное ты утром встал сегодня. Позавтракал. Сходил в туалет. Извините за малийский. Потом. Что там? Чай, кофе попил. Ну, сейчас на урок пришел. Потом ты поедешь работать там. Опять покушаешь. Опять в туалет сходишь. Ну, вся наша жизнь проходит вот в таких и таких вещах. И люди очень часто начинают акцентировать свое внимание на чем-то важном. Вот наступит лето, и я поеду в отпуск. И тогда я заживу. Класс. Вот это будет отдых. Наступает лето. Отпуск. Ты едешь в отпуск и целый отпуск думаешь, что ты будешь делать после отпуска. Понимаете о чем я говорю? Я сейчас спустил духовную проблему пока на психологический уровень. Мы очень часто мелочи не замечаем. А Бог как раз справится в мелочах. Ведь это и есть наша жизнь. Когда ты там кушаешь борщ, когда пьешь чай, кофе. Вы понимаете? И когда человек начинает эту мелочь выбрасывать, вот как раз тогда у него в жизни начинаются проблемы. Он не живет здесь и сейчас. Он теряется в прошлом либо в будущем. Мелочи важны. Очень важны. И психосоматика, психология так объясняет. Человек что-то рассказывает, а потом как-то начинает ногой трясти, рукой трясти. И психолог видит, что опа, вот здесь есть какая-то связь. Потому что тело это сосуд души. Здесь очень все тонкие механизмы нас связывают. Так как оно же работает, это та мелочь, которая может указать на наличие какой-то большой проблем. Ну, цену одной секунды знает человек, который опоздал на поезд. Все. Одна секунда. Так она же ничего не значит. Оказывается, что бывает время, а что значит? А если взять в большом смысле, тотальное понимание, каждая секунда нашей жизни важна и она значит. Ну, конечно, это можно вылить, скажем, какую-то духовную практику, чуть-чуть оторванную, скажем, от общей идеи. То, что мы с вами знаем, хочет Бог от этого мира. Потому что Бог создал этот мир, Он хозяин этого мира. И значит, все, что здесь есть, принадлежит Ему. Есть цель. Он специально так сделал, что как будто мы забыли об этом. Почему? Потому что Ему важны осознанные солдаты, так сказать. Которые говорят, да, действительно, есть Бог, и мы будем делать то, что Он хочет. И возвращаемся назад в духовный уровень. Поэтому, когда ты все-таки становишься на путь развития, надо пытаться углубляться, углубляться, углубляться. Не останавливаться. Не надо говорить, что мне достаточно простого пшата, простого уровня Тора. Не вопрос. Учи, если он тебе очень нравится. История, даты, все. Но начинаю углубляться глубже, пытаться понимать как бы заповеди. Даже Каббала. Почему нет? Потому что вся Тора имеет под собой основу, как раз вот тайну. Каббалистическую основу. Мы чуть-чуть сегодня как бы коснемся, да. И поэтому мелочи очень важны. Все. Вот запомните, все. Когда вы идете все на голову. Когда вы стоите на остановке. Это все является тем временем, что составляет нашу человеческую жизнь. И мы не можем его брать и как бы отбрасывать. Как будто мы теряем себя в какие-то отливки времени. А тем более, когда у нас есть возможность проявить волю Всевышнего. Это заповедь. И ты говоришь, Танин, ладно, это руки мыть, это фигня. Пойду просто так молиться. Подожди. Когда ты идешь к ядерному реактору, тебя в что одевают? Халат там чем-то брызгают, как в фильмах на тебя, да. Все это важно. Так и ты идешь молиться, ты идешь к Богу. Это важнее, чем все остальное. По-моему, руки перед молитвой. Перед каждой молитвой, запомните, нужно мыть руки. Ну, как это мы делаем, чашку право-лево, да. Это духовная чистота. Поверьте, создатель этого мира, когда он видит эту мелочь, он говорит, о, классно. Как бы я так и хотел. Я напомню еще одно маленькое объяснение. Я о нем уже говорил. Ну, я напомню. Оно мне очень самому нравится. Я его услышал, по-моему, от Гиссера услышал. К примеру, ты приходишь домой к человеку, у него лежит коробочка. Да? Такая невзрачная, старая. Ты берешь так коробку, чик-чик-чик. Он говорит, стой, куда, положи на место эту коробку. Ты говоришь, да что такое, что мусор какой-то. Он говорит, какой мусор, это там дедушки, он в ней носил ордена, табак. И когда там снаряд упал, эта коробка ему там спасла жизнь. А потом он передал моему папе. И вот она досталась мне. Тебе эта коробка ничего не значит. То я взял и выкинул. А для него она является сокровищем. Так вот заповеди Всевышнего. Для тебя они могут ничего не значить. А для него это какое-то сокровище. Потому что все заповеди являются непонятными для нас. Даже понятная заповедь не убей, она далеко для нас непонятна. Доказывает это, пожалуйста, ситуация в Украине. Приходят и убивают. Так подожди, написано не убей. А вот так себе объяснили, что можно, оказывается. Так вот это все заповеди далеко-далеко за границей нашего понимания. Не значит, что мы должны от них отвернуться. Мы должны пытаться в них разобраться. Что делает с временным успехом любая наука в нашем мире. Но с временным успехом. Почему? Потому что нету вот этого кусочка самого главного. Как в химии называется штука, которая ускоряет реакцию и дает ей произойти? Катализатор. Катализатор. Без него не будет реакции. Духовность. Все забывают про Бога. Если бы каждый поставил этого Бога одного единого суда в свое дело, как бы все бы изменило. Всевышний в нашей главе, как в принципе во всех двух главах, он действует как очень умный педагог. Сначала он показывает прекрасную цель, куда надо идти. Дает обещания, да. Что все у вас будет хорошо. Что вы не будете болеть всеми египетскими болезнями. Здесь тоже есть много объяснений. Не будем как бы останавливаться. Он говорит, что с праведником ничего не случится. В нашей главе он говорит, что на праведника не нападет никогда дикий зверь. У нас есть куча примеров. Когда Даниэль там в яме с львами, да. Царь ушел. Думаю, все рассказали. Тишина какая заходит. Даниэль сидит в медитации. Львы ходят вокруг, да. И действительно говорят, почему животное очень часто не нападает на человека. Потому что оно чувствует в нем вот эту уникальную силу. Умственную силу. Силу нашего разума, да. А если к этому добавлена еще как бы праведность, то действительно говорят, ничего не может случиться с праведником совершенно. Ни звери, его никто не тронет. Знаете, когда бежит человек, спасается, да. И за ним гонятся люди. И они его хотят убить. А он знает, что, к примеру, Бог, ну не вышел еще его срок. Что Бог ему не дал такое наказание. А придите мучий лес там. Тропики со всеми львами там и так дальше. Что делать? Куда бежать? Вот к людям не надо бежать. У людей все-таки есть свобода выбора. Они могут все перевернуть. Начудить могут, как мы с успехом это все делаем. И со своей жизнью и с чужими. Бежать в лес. Если ты точно знаешь, что Бог тебе еще не дал как бы твою последнюю точку, с тобой ничего не случится. Вот сто процентов ничего с тобой не случится. Ну, для этого надо обладать видением. Чуйка, да? Просто на роде называется чуйка, да? Что-что? Как фактичному зверю. Какая разница? Зверя никогда не убьет, если тебе не написано уйти из этого мира. Никогда. Если тебе не написано, а человек может нарушить даже волю Всевышнего. Всевышний говорит, не делай так, я так не хочу. Человек с удовольствием взять, возьмет и все перевернуть. Вот реально, с удовольствием. Слушайте, мы сейчас живем в такой стране и в такое время, где мы это видим, живые примеры вокруг. Когда все переворачиваются с ног наху. Поэтому Бог показывает, что с тобой ничего не случится. Потом он показывает, начинает тебя немножечко пугать. Говоря, что все-таки с тобой может произойти, если ты будешь нарушать законы Вселенной. Мы называем их законами Бога, но если кому-то так нравится, кто верит в абсолютный разум, мы можем назвать законы Вселенной. Есть законы существования этого мира. Нарушаешь их, получаешь ответочку. Не нарушаешь, идешь, делаешь их, исправляешь, получаешь награду от Всевышнего. Ничего с тобой никогда не случится. Славит Маше землю Израиля. Мы с вами уже знаем, что земля Израиля это аналогия того места, которое есть в каждом из нас. Того святого места, где открывается наша божественная душа. В каждом из нас есть кусочек Всевышнего. Потом идет очень большой блок о даровании Торы. Расписывается все, как это происходило. Потом расписывается, что было золотым тельцом. И после этого дается вторая часть Шма Исраэль. Самая главная молитва, как говорят. Но это не совсем молитва. Это декларация веры. И здесь дана вторая часть. И потом в конце опять дает большое ободрение Маше. И заканчивается наша глава. На чем я хотел сконцентрировать наше внимание. Смотрите. Очень логично. Первая часть Шма Исраэля у нас Вайтханан глава. Первая часть. Вторая часть следует за ней. Тоже очень все логично. Очень правильно. Но посмотрите, где происходит, на мой взгляд, такой как бы немножко диссонанс. В главе Вайтханан у нас центральной такой частью, видимо, это было описание десяти лечений. Кто был в синагоге, мы молились, молчали, все вставали и слушали их стоять. Десять лечений уникальных, после которых мир уже не будет прежним. Эти лечения стали основой законодательства всех стран. Поэтому никто не поспорит с ними. Вот точно никто. Ислам, христианство, все религии, никто не поспорит. Даже возьмем там какие-то религии идолопоклонические, скажем, в своей основе. Они все равно скажут, да, это правильно. Вот наши боги говорят то же самое. Это основа существования мира. Так смотрите, заповеди были в главе Вайтханан вместе с первой частью Шма. Наверное, есть какая-то связь между этим. Дарование Торы в главе Экер, описано в Маше, более детально. Хотя казалось бы, опять же, смотрите, надо сначала дарование Торы, как ветро было, помните? Дарование Торы, а потом заповеди. Маше пересказывает Тору, как будто зеркально, заповеди, а потом дарование Торы и там все вытекающие из этого и плюсы и минусы, которые сделали те люди. И вторая часть Шма. Получается, вторая часть Шма у нас связана вот как раз с дарованием Торы. Ну, вопрос поставлен, да. Шма и Сраэль – это декларация веры, как я сказал. И давайте, ну, просто чуть-чуть вспомним на секундочку. Когда мы говорим Шма и Сраэль, Гошем Элаэйну, Гошем Эха. Гошем – это имя Всевышнего. Га – это артикль определенный. Шем – это имя. Оно писано с большой буквы. Когда мы говорим, обговариваем Тору, Каббалу и так дальше, там есть имена Всевышнего, которые нельзя произносить просто так. Слово, я сейчас его скажу ради примера. Адо – это каббалистическое название. Его надо очень аккуратно говорить. Нельзя. Заменять всегда Гошем. Поэтому я сказал Шма и Сраэль, Гошем Алагейну, Гошем Эха. Здесь пять слов, и шестое объединяющее – это Эха. Когда мы их говорим, мы закрываем полностью глаза. Говорим, и в этот момент, когда мы закрываем глаза, ничего нету. Мы слышим только себя. То, что говорим. Мы ничего не видим. Есть полное единство. И только вот это общий знаменатель – Эхат. Бог един. Один, единственный. И это не относится к цифре. Надо понимать. Единство не относится к цифре. Это к тотальному единству относится. После этого мы открываем наши глаза и говорим. Бару, Шем Квот. Малху Талэ, Лам Вэ. Бару было славенно. Шем – имя. Квот – славы. Малху Шем Квот. Царство. Имя – славы – царство. Веки – веков. Где его царство Всевышнего? Веки – веков. Веки – веков. Веков. Правильно, везде. А давайте более точнее ответим. Царство – это намек на какой мир, на какую… Вы же каббалисты у меня. Нет, нет. На земле тоже. Правильно. Но всё-таки Малхут, царство относится к чему? К нашему миру. Малхут – это царство, это наш мир. Мы закрываем глаза, ничего нету Вообще нету никого, есть только Бог И действительно Называйте его как хотите Абсолютный разум Как там еще? Я уже так давно в иудаизме, что забыл Природа Великолепное замечание Что там еще? Как можно сказать? Вселенная захотела Обратись ко вселенной Мы то знаем, кому надо обращаться И кто такая вселенная Так оно глобальное, недостижимое Как же мы можем все-таки достичь его? Как мы можем достичь Бога? Мы не можем его понять, даже если сильно захотим Хотя у нас уникальный есть Инструмент, это наш разум Мы можем понять его По его творению Разбираясь с его творением Мы можем понять, какой уникальный Бог Разбираясь... Это айфон? Нет, вот у меня айфон Айфон, мы можем по айфону понять Как его звали? Стив Джобс Стив Джобс, какой он был крутой чувак По его творению Мы можем немножко понять Творца, да? Как мы можем понять Творца? Только разбирая его мир Понимая, разбираясь в этом мире Не просто себя рефлексируя Знаете, рефлексия Тебя толкнули, ты упал Либо там удержался Как люди живут? В основном рефлексируют Вот как жизнь идет, так и идет О, пенсия, все, теперь лавочка Там дальше Что там, рыбалка как минимум Нет, семечки И мы знаем, что нам надо делать Нам надо каждый момент своей жизни Пытаться настоять Всевышнего Пытаться проникнуть в эту тайну Так это дает наполнение жизни Это тебе дают молодость, здоровье Посмотрите, как отличаются В голову пришло, наверное, надо рассказать Я нашел, случайно нашел видео Там поют песню Таганка Два чувака Один на горошке А другой сидит в татуировке Ну, мы так, кстати, нам бружим Я от него отпал, чтобы он посмеялся А он мне сразу философски наговаривает Говорит, Депьяков, представьте Вот этому чуваку, который в татуировках Ему там, ну, 60 лет от силы От силы Хотя, наверное, и наложен Говорит, а теперь давайте представим человека Который у нас с нами в духовности Ему 60 лет Который сидит, учит палмуд и так дальше Это же небо-земля А какая разная жизнь Вы понимаете? Когда ты наполняешь свою жизнь С правильными вещами Ты как будто становишься частью этой вселенной Частью Всевышнего И в тебе она и есть эта часть Но надо хотеть жить Надо хотеть ее раскрыть Надо делать то, что хочет он А для этого надо как-то узнать И вот после этих слов Шма Исраэль И Барушам Ход Это как ключ такой Который открывает замок И вот когда ты открыл этот замок Начинается первая часть Шма И она у нас дана В главе Ваэтханан И связана с заповедями Они очень эти главы соединены И она соответствует видению, зрению Когда Лея родила Смотри, сын, она сказала Смотри, это видение Реуэн, да Можно еще связать, знаете, с нашим месяцем Месяц Ав И знак этого месяца Лев А знаете, как Лев на Евлите? Арье А Илье Это видение в будущем времени В самом чьем-то плохом Скрыта самая огромная сила Живой пример Самый простой Наша Украина Сейчас идет война К сожалению Но мы-то знаем Как эта война Изменила Украину И что она открывает Такие возможности Всей Украине Сквозь слезы Гибнут люди Жаль Гибнут герои Лучшие гибнут Но Здесь В самом низу В самой проблематике Скрыта самая большая сила Когда ты сидишь Коптишь над какой-то книгой И пониманием И у тебя не получается Знай Вот там самая большая Самый большой успех Так вот Первая чашма Она соответствует видению И соответствует Вот этому Льву То, что будет В будущем Там нет никаких условий Совершенно никаких условий Чисто Любовь Ко Всевышнему И как начинается Любовь С видения Человек Видит какой-то объект И начинает Не влюбляется Он его еще не знает Ничего Ну уже все Фантазия начинает Как бы работать Мы-то знаем С вами мужчину Слышал? Хотя мужчина И в этом Смотрите Скрыта Самая огромная сила Но она первая Она не будет работать Если она не будет иметь Какого-то продолжения Продолжения И посмотрите Когда мы читаем Первое Первое шма Что мы говорим Вот Анофи Гайом Аль Леваха Давайте я на русском Прочитаю Чтобы Дорого Вот Левавеха Ухоль Мершеха Ухоль Маодеха Люби Бога Свою Всем Здесь написано Перевод С видения на русском Всем сердцем Своим Запоминать Это важно А здесь Правильный Дубый перевод Всеми твоими Сердцами Здесь написано Во множественном Числе Всеми твоими Сердцами Но сама Первая часть Шма Говорит в единственном Числе Она обращена К каждому Лично к тебе Дальше Всей твоей душой Это в единственном Числе А дальше написано Всеми твоими Силами Но правильный Перевод Если перевести Это всей твоей Материальностью Всем твоим Имуществом Даже вот так Вот переводят Получается Что ты должен Любить Всевышнего Всеми твоими Какими-то Двумя Сердцами Откуда они У тебя Неизвестно Всей своей Душой И всем Своим Имуществом И нет Никаких Условий Посмотрите Сразу Совпадение Заповеди В каком Мностном Или единственном Числе Заповеди Лечения Единственном Ты Ты не убей Ты не прелюбодействуй Ты не возжелай Машины Друга своего Жены друга своего И пошло Пошло Поехал Лично ты Чтоб ты потом Не сказал Что это сказано Для всех А я тут Вот один остался Одному мне может Это Сказано Для каждого Лично И вот здесь Та глубина Которая Несоизмеримая Несоизмеримая Во-первых Всеми твоими Сердцами Альтереб Расшифровывая Этот Аклео Говорит Два У нас есть Две полости Сердца В одной Находится Есерара А в другой Есертов И вот ты должен Чтобы все Твои два сердца Служили Всевышнему Другими словами Есерара Это синоним Животной души Чтоб твоя Животная душа Служила Богу В любой момент Когда она кушает Когда она выпивает Когда она не Выселится Обычно мы Когда приходим В церковь Мы там Очень хорошие Извините За слово Церковь Мы очень хорошие А когда мы идем В ночной клуб Мы забываем За церковь И мы там уже Делаем все Что хотим Одно сердце У нас Служило Всевышнему Потому что Там даже Ну и дурак Уже не подумает О плохом Когда ты сидишь Слушай Находишься где-то Рядом Возле Какой-то Святости Да А потом Когда святости Как бы нету Ну все Включается Левая половина Сердца И твоя Животная душа Начинает Яростно Захватывать Твой малый город Как говорит Альтера Так вот Надо сделать так Чтоб этого Есерара Не стало Это как Синоним Животной души Но у праведника Есть Животная душа Или нету Есть Правильно А Есерара А есть у него Нету Нету Ну вот нету Вы понимаете Здесь такой Я говорю Это синоним Но не отражает Ее суть Ну атомная бомба Это хорошо Или плохо Ну Атомная энергия Давайте лучше Так скажем Хорошо или плохо Ну если в руках Ты ее держишь Если это атомная Электростанция Со всеми требованиями То это прекрасно Это хорошо А если это Ядерная бомба То это уже стало Ну немножко Как бы плохо Если это для защиты То может быть еще хорошо А если ты уже пугаешь Весь мир этой ядерной бомбой То наверное ты дурак И это действительно плохо Понимаете Поэтому надо Чтобы все твое сердце Полностью ты работал Не только в тот момент Когда ты вспомнил про Бога А всем своим сердцем Дальше всей своей душой Опять же Есть у нас Пять уровней душ Три Явно проявленные Две нам Просто в космос Недоступные Нехеш, Рох, Мишамаха Я и их еда Вспоминаем Каббалу Хасидизм Так есть Самая нижняя душа Нехеш Которая ответственна За инстинкты Так вот Она тоже должна Проявляться Так Чтобы это было Служение Всевышнему Когда ты пиццу кушаешь Когда ты в бар пошел Пивка себе взял А вот что такое имущество Вот это самый большой уровень Самый высокий уровень Потому что Включить все Что ты имеешь В жизнь В служение Всевышнему Это могут только лишь праведники Вот это самое сложное И вот первая часть Шма Она показывает Пожалуйста Будь таким Вот попробуй достичь Вот этого уровня Это как Скажем Как цель Которую человек Должен достичь Но Для того Чтобы эту цель достичь Надо перейти К следующему уровню И вот этот следующий уровень Это вторая часть Шма Чтобы не произошло Разрыва Которого мы говорили Ворд под копей Вы же помните Он тоже молится Всевышнему Пожалуйста Чтоб у меня получилось Чтоб я украл И так дальше Мы встречаемся С разной публикой Я говорил с человеком Который занимался Ломкой денег Он говорит Я тоже очень сильно молился Чтоб у меня получилось Ты не знаешь Что это такое Счастливый человек сидит Мы то люди Девяностых Знаем Что это такое Когда идешь Менять деньги И тебе говорят Ой А тут не хватает И в этот момент Ой Шух Половина денег уходила Он говорит Я тоже очень сильно молился Всевышнему Готовился Просил Чтобы у меня все получилось И оправдывал себя Это называется Смотрите Отвлеченная вера во Всевышнему Вот это то С чем мы должны с вами бороться Честно Любой человек должен с этим бороться Это называется ценность Вот Отвлеченная вера Это Лучше чем конечно Вообще ничего Но честно говоря Очень плохо И вот Вторая часть Шма Она нам показывает Как раз Вот эту работу И она относится Уже к Шимону Это второй Услышал меня Да Всевышний Сын Это был Шимон Шомэ Это слышать И как начинается У нас Вторая часть Слушайте Созвучность Со словом Шимон То же самое Перевод И будет так Если послушаетесь Повелений моих И там уже идет Двойственность Показана награда Которую Всевышний Обещает Что то что будет У тебя Ты получишь Эту награду И показано то что будет Если не дай бог Ты не будешь Этого делать Если ты не будешь Служить Как бы Всевышний Если ты не будешь Пытаться открыть Свою жизнь Прикоснуться Связать себя С этим миром И вторая часть Связана со слухом Слух он раскрывает Правильно Мы с вами учили Зрению доступно что Правильно Что мы видим Какие объекты мы видим Где они находятся Эти объекты А сзади Где они находятся По расстоянию Рядом Близко Мы видим хорошо То что близко То что уже далеко Мы плохо видим А то что Вообще далеко Мы не видим А как же ты Едешь в Киев Если ты его не видишь Да Что ты берешь Карту Путеводитель Который тебя Спокойно Правильно Ведет Киев И ты веришь Этой карте Да Ты веришь Человеку Который Который создал Эту карту Так есть Духовный путь Куда нам надо Его надо достичь Каждому человеку В этом мире Тогда изменится И его жизнь И жизнь вокруг нас И есть карта Этого пути Поверь в эту карту Как ты веришь Карте Которую ты не создавал И едешь Ты понимаешь Так слух Слух может добраться Туда Куда не может добраться Зрение Когда ты видишь Объект своей любви Вот видите Висание никуда Это прекрасно Но дальше ты должен Узнать Что же хочет твоя любовь Помните Я вам говорил Какие цветы она любит Ты говоришь Мне плевать Я буду дарить ей ромашки Почему А потому что Они бесплатно растут У меня за огородом Она говорит Так у меня аллергия на ромашки Она говорит Ну извини Розы просто Выречим Да Аллергию выречим Ромашки бесплатные Это главное Ну наверное Ты не сильно любишь Объект своей любви Ну подожди Хотя бы Слушай до свадьбы Потом уже Как все Давай хоть до свадьбы Сверхнем Понимаешь Напряги Скупи Тюльпаны Там и так дальше Ты должен пытаться Познать Пытаться найти И это делается Только со слухом И слух Находит Детали Детали Что мы говорили С вами в начале ЭКФ То что мы топчем Пяткой Незначительные детали Они важны Собрал Игрушку А там лишний болтик Помним Да Сейчас наверное Дети так не делают Но мы собирали Раз и лишние детальки Ты говоришь Вот дураки А оно потом Как бы не работает И вот здесь Мы сейчас Немножко на этом этапе Ответим На вопрос Почему Эта часть Шма Находится Связана С дарованием Торы А та часть Шма Связана С заповедями Смотрите Ведь у Бога Все зеркально Правильно Он там А мы здесь В зеркало Смотришь Поставим себя Мы же главнее Чем наше окажение Ты здесь А там все зеркально Сначала твоя рука А потом ты А тут ты А потом твоя рука Там заповеди Всевышнего Связаны с первой Частью Шма Что такое Заповеди Появления Всевышнего Знаем Мы можем Объяснить заповеди Ну с большим трудом Даже те Которые Казалось бы Нам Объяснимыми Являются Это заповеди Всевышнего Они нам Действительно Ну просто Недоступны Так вот Они соотносятся С этой частью Первой Шма Это уровень Праведников Прими Прими То что хочет От тебя Всевышний Отсюда начнется Вера и любовь Прими человека К себе Тогда у тебя Начнется Какие-то Чувства к нему Какие-то отношения Пока ты Закрыт со всех сторон Так не получится Вот многие люди Это такой психологический момент Даже не знаю Можно связаться Ну наверное можно Вот многие люди Говорят Не получаются отношения Да Вот они Не находят Может быть Отношения А человек Закрыт Он даже Вроде бы На словах Хочет Но он боится Расскрыть Свою душу Отношения Что от нас требует Открыться Раскрыться А страшно Очень страшно Раскрыться Да Так вот Надо расслабиться Вот жить Расслабиться И когда человек Бывает вот так Проходит какие-то там Психологические тренинги Расслабляется И у него получается Потрет спутник по жизни Внезапно как бы возникает Вы понимаете Для того Чтоб я расслабил кулак Мне надо что сделать Напрягся Он говорит Напрягись Расслабься Не получается Ты сильнее Напрягись Расслабься Не надо напрягаться Расслабиться Это вообще не напрягаться А ты ничего не делаешь, понимаете? Так вот здесь тот уровень, когда ты говоришь сначала, есть Бог, я уже в это верю. Это мы с вами, я думаю. Мы верим, что есть Бог. А потом ты видишь на заповеди, ну это, наверное, какое-то сокровище. Тут я вроде бы понимаю, а тут не понимаю. Ну честно говоря, я вообще ничего не понимаю. Вот это первая часть. А вторая часть, почему оно зеркально идет? Смотрите, сначала ты принимаешь заповеди. Ты же пришел сюда, либо пришел в онлайн слушать. Ты же ничего как бы, ну, до прихода сюда, ты этого не знал? Ты просто пришел. А дальше ты начинаешь потихонечку открывать. И начинается что? Дарование Торы. И дарование Торы связано со второй частью Шма. Тебе говорят, вот так делай, будет вот так. А вот так вот, если будешь делать, то будет по попе, получишь. И у тебя начинается твое дарование. Оно зависит от того, как ты включаешься в эту работу. В дарование Торы. Тогда оно будет тебе открываться. И на пути будут, ну, много, как бы, проблем. То, что случилось там с Золотым Тельцом. Бог качает головой, вздыхает, говорит, ну не страшно. Ну, что сделаешь? Это наш путь Торы, правильно? Что, все гладко прямо? Ну, далеко не гладко. Я уже не говорю за нашу жизнь до Торы, если мы повспоминаем. Не надо вспоминать. Ну, если вы говорите, что не надо вспоминать, то что, когда нам говорить, Господь? Да, Гена? Есть, что вспомнить, но нечего детям рассказать. Это вот как раз про многих из нас, да? Так, дарование Торы зависит от тебя. Когда ты включишь два процесса. Первое, это видение этого мира. Это то, что вызывает в тебе любовь. Это понимание того, что есть Всевышний. И этот уровень называется Радцо. Это тот уровень, когда ты обращаешь взгляд кверху. И говоришь, Господи, есть тайна в этом мире. Я начинаю срочно медитировать и ехать там, хотел сказать, в Египет. В Тибет. Ошибся чуть-чуть, да, путями. В Египет не надо. В Тибет медитировать. Ты хочешь все познать, только отделиться от этого мира. Бог говорит, молодец. Я так рад, что ты это делаешь. Но я нахожусь в Тибете. Но в первую очередь я там, где ты находишься. Дома. Вот теперь, сынок, сделай шов. Это возвращение. Это твоя работа здесь. В этом мире. Вот многие духовные люди делают проблему. Начинают улетать от этого мира. Мы вчера сидели, пили кофе с человеком. С одним творческим очень человеком. И Серега тоже к нам приехал. А в процессе он еврей. И верит в Бога. Все он, скажем, не соблюдающий его. Ну, тут соблюдают, тут не соблюдают. А он потом мне говорит в процессе. Вот мне очень нравится твой подход. Я говорю, ну, я молчу. Думаю, сейчас человек дальше расскажет. Он говорит, ну, смотри, ты ММА и делешься. И вот в кафе сидишь, кофе пьешь. И вроде бы ты соблюдающий человек. Я говорю, ну, вот. Такой у меня путь. Я его выбрал. У меня получается. Хотя иногда я хочу пирожное, которое я не могу съесть. Честно. Когда Серега топчет рядом вкусное пирожное, я иногда хочу его. Ну, я скушать не могу. Провокатор. Провокатор. А скушать я его не могу, к сожалению. Вы понимаете? Ну, так я знаю, зачем я это делаю. Я делаю это для Бога. Не нужно каждому копировать другого. Как нам говорят. Тот Гийюр. Я хочу стать евреем. Да будь хорошим украинцем. Это гораздо лучше, чем плохой еврей. Вы понимаете? Либо там австрийцем, немцем. Хотел сказать, не дай Бог, русским. Ну, русские есть и нормальные. Мы должны это понять, что там есть умные, нормальные люди. На них сейчас вся надежда, что они там что-то как бы сленит у них в голове. Но наша задача, вот это расовый шов распределить. Ты должен помнить о том, что есть Бог. И этот мир не важен. Но с другой стороны, тоже знать, что Бог придал важность этому миру. Как ты проснулся? Как ты с ребенком поговорил? С мужем? С женой? Как ты там дорогу перешел, улицу? Где ты припарковался? Баррикадная. Люди ставят машину. Две машины проехать не могут. Вот я лично видел, поворачиваю скоропомощь на мигалках, а проехать не может. А виноват кто? Тот, который встал в запрещенном месте. Ее не пропускает. Если, не дай Бог, пускай это ни про кого не будет сказано, она не доедет, и там человек, не дай Бог, погибнет, то ты, поставившись здесь машину, тебе будет часть вины. Круто. Ведь это мелочь. Поставить машину в запрещенном месте. Это мелочь. Оказывается, далеко не мелочь. Вот если бы каждый человек думал о другом человеке, одарование Торы, это все вместе. И вторая часть, шма, обращена к единственному числу или к нам множественному? К множественному. Там к единственному, а здесь к множественному. Бог может проявиться только в отношениях между нами. Как мы с Максом потренируемся? Как он мне стукнул по ноге, мне было больно, но я его не мотюкал в душе. А сдачи дала. Поэтому вот здесь вот такая связь небес и земли. И вот здесь открывается Бог. Познать Бога полностью, это невозможно. Есть вещи непознаваемые, а есть непознанные. Непознанные мы еще откроем для себя, непознаваемые. Они для нас останутся всегда недоступными. И Ребе говорит, ставит вопрос, в чем же награда тогда, которую нам тут обещают? Награда это в заслугу союза, который был дан Аврааму, или награда за то, что ты сам делаешь? Если награда только за то, что ты сам делаешь, то тогда при чем тут вообще союз про отцы и все это учение? Ну, дал тебе знание. Как обычно происходит в жизни? Дал знание и забыл человека. А мы помним о правоцах, об этой сей линии. И дает сразу ответ, что обещание, которое дал Всевышний, оно работает. Но для этого обещания человек должен поднять свою задницу. Обещание должно дано кому? Душе. Душа получит однозначно. В нас, в каждом из нас есть Божественная Душа. Что мы можем ей добавить? Душе? Святость? Она и так оттуда. Она оттуда уже. Она уже с Америки. Ты ее ударами не удивишь. Материальность ее как раз раскроет. Вот правильно. Душе мы добавить ничего не можем. И это есть союз, который дал Всевышнему каждому из нас. Душа вернется к нему 100%. Душа не умирает. Вот это могу вас успокоить. Относитесь спокойно к уходу из этого мира. Тем более мы прожили с вами прекрасный мир. Не важно. Все равно не важно. Она вечная. Она вечная. А вот то, как это раскрыть, для этого нужно тело. Для этого надо встать, пойти, купить банан, сказать на него благословение, скушать. А потом подумать, может у кого-то нет банана. И надо купить ему тоже. И пойти купить второй банан. И дать тому, кто в нем нуждается в этом банане. Каждому по банану. Каждому по банану. Это вот новая заповедь, так сказать. Я шучу, конечно. Поэтому. Экев. Это мелкие заповеди. А что еще? На что нам намекает Экев? Пята. В каком времени мы живем? Машият. Пятка Машият. Мы находимся в самом последнем времени. И поэтому каждое наше действие, оно обладает колоссальной важностью. Для того, чтобы мы сделали, каждый из нас сделал приближение. Машият. Раскрытие того, что происходит в этом мире. Исправление этого мира. Вот. Исправление тоже из двух видов. Да. Есть исправление войной. Исправление договориться. Мы видим, что сейчас исправление происходит какое? Как раз войной. А будет еще приход Машеха. И это знают все. Война Гога и Магога. Ехескель. Это пророчество. Это знают христиане. Все знают. И там страшные вещи описываются. Когда ты их читаешь, у тебя волосы становятся дыбом. На правах рекламы. Следа. Пять вечера. Мы изучаем пророков. И дойдем до Ехескеля с Божьей помощью. Так говорят нам. Все, что плохое, мы можем его отменить. Все зависит только лишь от нас. Начинается все иметь духовную предоплеку. А пятка, ты правильно говоришь, обладает важностью. Чтобы сделать заповедь. Мало мыслей. Надо физическое тело. И ты будешь идти опираться на пятку. Опять мы подходим к Шма. Первая часть Шма говорит, что все заповеди Всевышнего, они непонятны. Весь этот мир, честно говоря, зачем его создал Бог? Для чего мы знаем? Для раскрытия Бога. А зачем, честно говоря, на этом ответа нет. И когда человеку, сейчас внимание, это важная часть. Когда человек начинает соблюдать заповеди, основываясь именно на своем понимании. Это то, к чему я говорил вначале, опять к заповедям большим и малым. Я так понимаю. Я это делаю, потому что, это смотри, как классно соблюдать шаббат. Это же для меня хорошо. Я выключу телефон на целые сутки, мозг отдохнет. Из-за кого ты соблюдаешь заповеди? Из-за себя. Для кого ты их соблюдаешь в первую очередь? В первую очередь. Для себя. А когда ты соблюдаешь все заповеди, которые тебе даже непонятны. Для кого? Для Всевышнего. Вот это битвы. Вот это обнуление себя, когда нет у тебя много, а есть Бог в этом мире. Когда ты говоришь, слушай, у меня и так маленькая зарплата, я должен 10% отдать. И отдаешь. Для кого ты отдаешь? Для Бога. А когда ты не отдаешь эти 10%, а делаешь что-то другое, то ты для себя, потому что там ты понимаешь, а тут ты не понимаешь. Тем более, слушайте, нелимитировано куда надо отдавать. Пожалуйста. Есть вокруг огромный мир, как сказано, что не ты не ты для бедного, а бедный для тебя. Это возможно сделать митву, открыть все, что есть тебе. Это возможно заработать. Самый большой свет. Представляете? У нас, подходим к, скажем, завершению. У нас в нашей главе есть уникальные слова. Маше, он как бы не упрекает, а говорит про ман, упоминает и говорит, ман, которого вы не знали. И мы знаем, что из-за мана возникало очень много ситуаций. Таких, которые... Народ бунтовал. Опостылил нам этот ман, он нам не нравится. Хотя ман принимал вкус любой пищи. И не было отходов. Тот человек, который ел ман, как говорит Рэб объясняет, он не ходил в туалет. И ман назывался хлебом небесным. А человек бунтовал почему? Потому что человек больше в этом мире кто? Душа или тело? Больше тела. К сожалению, нельзя сказать, это своего рода вызов. И тело не воспринимает духовную пищу. Телу надо земная пища. Ему мало вот этого мана. Ему надо укропчик наверху бутерброда. Понимаете? Глазами человек ест. А глаза, к сожалению, у нас мясные. Тоже относятся к животной душе. И вот наша задача научиться есть вот этот небесный хлеб. Удовлетворяться ним. А не полностью обратиться полностью на материальность. Как, к сожалению, делает этот человек. И в конце пути он все равно как бы растаялится. Наша задача соединить это все. Но все-таки преимущество у небесного этого хлеба. И Реба говорит еще глубже. Есть открытая часть Торы, которая соответствует как раз материальной пище. То, что связано с нашим миром. То, что ты очень хорошо понимаешь логически. А есть закрытая, скрытая часть Торы. Это Каббала. Это хаббаристическая психология. Это те тайны, которые мы с вами изучаем на правах рекламы в среду в 9.30 и в пятницу в 9.45. Это то, когда ты начинаешь уметь управлять собой, своими тонкими мыслями. Менять себя в своем корме. И нельзя довольствоваться только земным хлебом. Надо есть вот этот небесный хлеб. Либо еще сомнение это наука. Физическая наука. Где она останавливается. Есть изучение, изучение. Потом раз, стоп. Ну, большой взрыв. Я специально взял, прослушал. Дискавери о большом взрыве. Но мне, знаете, что самое большее понравилось? А что до большого взрыва, мы не знаем. Это Бог. Я хочу удивить. Хотя сейчас уже есть физики. У нас же в синагоге тоже есть физики. Вы знаете. И есть великие физики. Хазан. Есть Синюков. Который работает... Это не я. Который работает во Франции на коллайдере. Он говорит, надо добавить в физику понимание Бога. Надо сказать, есть Бог. Это бы объяснило кучу каких-то деталей. И раскрыло очень много тайн в мире. Исправило бы. Примирило и так дальше. И есть духовная пища. Которая реально насыщает. Не насыщает физическая пища. Но ты покушал, через время ты будешь голодный. Любые удовольствия этого мира, физические, они временные. И не дают насыщения. Но когда ты раскрыл какую-то заповедь, какое-то знание, оно с тобой навсегда. Оно становится твоей как бы базой. И так создан этот мир. Ставим такую как бы точку. Есть первая часть шма. Есть вторая часть шма. Первая часть шма идеальная. Чистая любовь. Вторая часть шма. Это работа уже над собой. Есть закон Всевышнего. Но для того, чтобы у тебя лично произошло дарование Торе, должна быть какая-то работа. Были первые скрижали, которые казалось бы были идеальными. Но появились вторые скрижали, которые оказывается имеют большую силу. Где связана работа человека и работа Бога. Был первый храм, который казалось бы идеальный. Второй храм, который начал соединение Бога и человека. И будет третий храм, который придет только в ответ на наши действия. И он будет вечным. Поэтому наша вся физическая природа, наше тело нам дано только лишь для одного. Расскрыть духовность в каждой мелочи нашей жизни. И да, пребудет с нами сила. Как говорили в Звездных войнах. И придет машина в скорости и в наши дни. И скажем Аминь. Телефон выключился на этих словах.